Девочки, доброе утро! Сегодня у нас уже 5 апреля. Вчера я говорила, 4 марта. А сегодня 5 апреля. Представляете, как бежит время? Время уже у нас час дня. Я встала в 12. Спала до обеда. Ну, потому что легла в 6 утра. Анфисочка собирала свою алмазную мозаику. Короче, режим уже сбился. Школы-то нет. Так, ну что сегодня планируем, Надя? Пожрали. Потом что? Поставила варить пюре. Хочу сварить борщ. Потому что супчики есть, но борщ я люблю больше всего. Хочу сварить борща. Надо пропылесосить. Обязательно пол потереть. Костяк тоже покушал. Сейчас уже сделал упражнение. С палкой занимается. Собирается на липсоиде. Поэтому... Андрей пошел в магазин узнать. Может, работает строй сам. Купить гипсокартон. Да, доделывать кухню. Тоже делайте ремонт, девочки, мальчики. И все закрыли. Но у нас уже весь город вылез. Уже что-то все. Я вчера уже ходила гулять в парк. Сегодня тоже пойду. Сейчас в окно посмотрела. Весь город таскается уже взад-вперед. Рабочие уже, наверное, скоро бастовать начнут. Бунт устроят. Все хотят на работу. Нет. Если нету в нашем регионе коронавируса, тогда эти люди поработают. Контролируйте въезжающих. Въезжающих контролируйте. Тем более въезжающих нет. Автобусные закрыли все. По-моему, последний автобус сегодня у нас пустили до Екатеринбурга. И все. Все рейсы закрыты. Пусть люди внутри работают. Хотя бы какие-то предприятия частные. Частные, где лавочки. Там ведь никто платить не будет. Охуеть вообще. Ой, блядь. Я переживаю, что охота уже сходить в какую-нибудь забегаловку. Мы уже планировали съездить в Краснояртуринск где-нибудь. Похавать. Об этом вспомнили, что, блядь, все закрыто. Хотели в Мистер Вкус сходить. Там уж такое меню хорошее. С Костяном посидеть. Вовремя вспомнили, что все закрыто. Так что, вот, девочки, пошла проверить картошку. А то сейчас, блядь, все в мое пюре убежит на пол. Девочки, я сошла к Костяну. Думаю, что за скрип. Это скрипит его скелет. Занимается. Решил к лету привести себя в порядок. Немножко в норму. Прям усердно стал заниматься. Малышники заткнул, пока ни хера не слышит. Я тут немножечко попизжу. Я ему давно говорила, что лежать. Столько тренажеров. Можно же и заниматься. Сегодня еще террариум мыть. Должны сегодня привезти лампу. Для хамелеона вчера забыли в машине лампу. Пришла посылка с Екатеринбурга. Забыли в машине лампу. Сегодня привезут. Вот буду Алешеньке менять лампу. Все перемывать. Сейчас Костян с полчасика покрутит педали. И все. И будет делать уроки. Уроков задали и пришел. С завтрашнего дня электронно, дистанционно начнется уроки. Короче, какая-то хрень у нас в стране. Анфис. Анфис. Расскажи, как ты докатилась. До такой жизни. Анфиса. Девочки. Анфиса, кушать хочешь? Девчонки. Кушать хотите? Кушать хотите? Нет? Изабель, ты будешь? Мяу. Мяу. Ай, тупые. Мяу. Девочки. Села пообедать. Сварила пирошечку. Разогрела сосисечку. Соленый огурчик. Очень вкусный. Вот такая вот баночка. Просто вкусный. Рассол вообще бомба. Сейчас насыплю. Насыплю. Налью сюда еще хайнса себе. С удовольствием. Положу на, значит, маринованные грибочки. Вот эти вот шампиньончики. Ой. Ну, естественно, естественно, Моё ведёте чаю. Чаю. Гринфилд. Хлебушка не буду. И так жирное. Так. В общем, вот как-то так. Сейчас уже. Сейчас 15 часов 30 минут. Хайница. Так, ну всё. Сажусь трапезничать. Кто со мной, приятного аппетита. Ну всё, всё, весь корм высыпал? Ну иди. Иди сюда. Костян сегодня решил прогуляться, потому что сидеть уже невозможно. А где у тебя маска? Что ты снял маску? Маску снял, ходил в маске. Отнёс печенье голубям, вывалил мешок целый. Мороженки мне купил, да? Да. Ну, давай, иди домой. Ну, шуруй домой. Так, девочки, как всегда, вечером мы снова хотим жрать что-нибудь мучное. Есть у меня вот такая штука, типа вафельницы. В ней два пирожка делать с начиночкой. Вот сейчас я этим делом займусь. Как всегда, возле меня тут девчульки сидят. Вдруг чё вкусное перепадёт. Сейчас делаю жидкое тесто. Ну, не жидкое такое. Слегка жидковатое. Жидковатое тесто. Я делаю всегда на муке. Ой, блядь, на муке, говорю. На кефире никакая вода. Кефир, пару яичек, мука, посолю там немножко. Приправки добавлю, чтобы тесто было вкусное. И всё. И вот как сделаю пирожочки, так покажу. Вот, девочки, разбила два яичка, вылила кефир, насыпала приправку. Рублю я с приправкой вместо соли. Сейчас добавлю муку. Всё блендером перемешаю, чтобы комочков не было. И тесто будет готово. Девочки, вот так вот получаются вот такие большие пирожочки. Вот видите, в каком виде. картошечка, майонез, кетчуп, сосиска и кусочек сыра. Сейчас сверху залью также тесто и закрываю. И вот такие вот получаются. Три минутки и пирожок готов. Дальше, смотрите, вот два последних пирожочка лежат. Здесь немножко подтекли, но они вкусноты неописуемые. Это вся грязная штука. Ну, хер с ним помоем. Видите, как? не представляете, они такие вот большие. Забодяжила посудомойку на улице. Уже ночь это. Нихера себе какое отражение, да? Не видно, что на улице. Смотрите, на улице ночь кромешная. Вот так вот видно. Дворки, вот так отражается вся кухня. Вся бардачина на кухне отражается. Ой, время. Полдесятого доходит. Сейчас дожарю пирожки. Получится так, двенадцать уже сделала, но еще штуки четыре, штук пять. В общем, получается, три яйца я сделала. Сначала два, потом еще добавила. Добавила пол-литра кефира и стакан молока. И получилась у меня штук восемнадцать, ну, штук семнадцать больших пирожков, но не очень большие, прям вот с ладонь. Одним пирожок съедаешь наедаешься до отвар вот сейчас я это делаю дожариваю и все. Посудомойку забодяжила, сейчас остатки засуну, включу, обязательно на ночь пробегусь со шваброй, немножко подотру пол, потому что за весь день все равно и собака, и кошки жрут. Я на ночь всегда убегаю с электрической шваброй, покажу тоже швабру, она девяносто градусов отпаривает ламинат, лучше, чем новый после нее. Добегусь на ночь с этой шваброй, сейчас все миски кошачьи толкаю всегда в посудомойку на ночь, чтобы утром встаешь, все чистенькое. Вот так вот, девочки, вот как-то так. Девочки, никак не могу угомониться, уже пирожков в кучу нажарила, уже наелись, уже он посудомоечный гудит, работает. Валяйте, намыла курицу, сейчас буду варить бульон. Хочу все-таки на ночь сварить борщ, время пол одиннадцатого. Сварю на ночь борщ, он настоится и завтра будет огонь. Все, девочки, пол помыла, хотела вам показать швабру до них торопилась, хочу еще чайку попить, пирожочек один съесть и все, все дела сделала и пойду дальше делать свою мозаику, доделывать свою мозаику красивую, так что вот, время одиннадцать, все, до завтра. ими, ими. Продолжение следует...